Наш эфир продолжается, и наверняка у каждого есть знакомый, который был двоечником в школе, но это не помешало ему преуспеть в жизни. Да и отличники далеко не всегда находят применение своим знаниям, поэтому часто причина не только в оценках по математике и русскому, а еще в умении быть в ладу с собой. За это как раз и отвечает эмоциональный интеллект, о котором мы и поговорим с психологом Валентиной Белевич. Валентина, доброе утро. Доброе утро. Валентина, расскажите, пожалуйста, что такое эмоциональный интеллект? Вот мы с вами обсуждали предварительно, это все-таки контроль или это управление эмоцией? Вы знаете, тема эмоционального интеллекта является на сегодняшний день самой актуальной и важной для любой категории граждан, независимо от возраста, статуса и местопроживания. Сегодня эмоциональный интеллект приобрел статус международного тренда. И да, коли уж мы коснулись темы, это про что? Это про управление или это про контроль? Безусловно, эмоциональный интеллект – это про управление. Управление своими эмоциями, когда ты умеешь их четко определять. Абсолютно верно. Это про то, что я обладаю способностью распознавать, понимать, управлять своими эмоциями. И вот эти все знания, навыки и умения я применяю в повседневной жизни. И на что вот тот самый эмоциональный интеллект может повлиять в нашей жизни? В краткосрочной перспективе, да, это поможет вам четко проявлять свои эмоции, соответственно, ситуации. Понимать, какую я эмоцию сейчас испытываю. Поменять, скажем так, ее на ту, которая поможет мне решить поставленную задачу. Ну а в долгосрочной перспективе есть уже результаты исследований, которые показывают и доказывают, что человек с высокоразвитым эмоциональным интеллектом – это тот, кто достигает успехов в профессиональной и личной жизни. Это тот, кто, скажем так, материально благополучен, то есть он зарабатывает больше, чем все остальные. Тот, который принимает осознанно решения. Ну и в целом, это тот, кто счастлив. Угу. Ну давайте поподробнее разберемся. Вот сейчас наверняка зрители смотрят и недоумевают. Ну неужели, если я научусь определять свои эмоции, это мне как-то поможет в жизни или вообще жить мне станет проще? Как это понять? Смотрите, на самом деле действительно это так. Очень важно, особенно, допустим, в ситуации, когда я принимаю решение, мне нужно понимать, какая эмоция сейчас со мной живет, да, какую эмоцию я проявляю. Она мне сейчас скорее помогает или мешает? Все сталкивались с ситуациями, когда мы принимаем решение на эмоциях, да, и потом часто мы недовольны этими результатами, а особенно последствиями таких принятых решений. Поэтому очень важно развивать по шагам с самого начала, научиться распознавать, осознавать, да, какую эмоцию я испытываю, да, нарабатывать свой личный, персональный, эмоциональный вот этот калейдоскоп, да. Какие часто я эмоции в жизни испытываю, переживаю, вот. Ну а дальше умею ли я ими управлять? Ну и дальше могу ли я их использовать в отношении других людей? Потому что эмоциональный интеллект – это не только про меня. Эмоциональный интеллект – это и про других. То есть это не только управлять своими эмоциями, но и как-то влиять на эмоции окружающих. Безусловно. Вы абсолютно правильно подметили. Вторая часть определения, что такое эмоциональный интеллект – это распознавание, понимание и управление эмоциями другого человека. Вы правильно отметили, что это модный новый международный тренд. Раньше мы об эмоциональном интеллекте ничего не слышали. С какого возраста нужно развивать этот эмоциональный интеллект и что насчет детей? Лучше начинать с этого возраста. Да, чем раньше, тем лучше. С раннего детского возраста. Проводили исследования, когда брали маленьких детей и наблюдали за ними в течение 20 лет. И результаты фактически порадовали ученых-психологов, потому что эти дети куда были более успешны. Они поступили туда, куда им хотелось. То есть освоили профессию, которую им хотелось получить и реализоваться в ней. Они, конечно же, были материально более удовлетворены. И они были куда более счастливы во взаимоотношениях с другими людьми. Валентина, тогда в таком случае, как мы можем развить эмоциональный интеллект? Может быть, посоветуете ряд конкретных приемов? В первую очередь самое простое – научиться определять, какие сейчас у меня есть в арсенале эмоции. Если самостоятельно это сложно сделать, можно обратиться к специалистам, можно пройти тренинги по эмоциональному интеллекту. Но вот здесь сделаю маленькую ремарку. Желательно обращать внимание. Это проводит специалист, который имеет знания в области психологии эмоций. Или это, скажем так, человек, который почитал интересные книги. Дилетант. Я знаю, один лайфхак из области эмоционального интеллекта – это определять в каком-то сегодня эмоциональном квадрате. Вот есть желтый, синий, красный и зеленый. Он соответствует определенной шкале соотношения тревожности, активности, негативных и позитивных эмоций. В каком ты квадрате сегодня? Зеленый квадрат – это у тебя много энергии, и эта энергия позитивная. Поэтому я желаю, чтобы все наши, так сказать, зрители всегда находились больше в зеленом эмоциональном квадрате. Валентина, правильные вещи, Стеша, говорите? Да, абсолютно верно. Это тот самый эмоциональный интеллект? Да, для деток используют систему квадратов, например, в какой комнате в домике живет твоя эмоция. И, соответственно, размещают все эмоции по, скажем так, по уголкам ребенка. Ну, кстати, эту же технику можно использовать и для взрослого человека. Тем более, если он ранее не был знаком с таким понятием, как эмоциональный интеллект. Вы знаете, ко всей этой истории мне очень хочется добавить, что вот наблюдая за этой темой с 1997 года, я вот в этой теме давно уже, обратила внимание, что каждый год объявляют список базовых компетенций 21 века. То есть это вот эти навыки будущего, ну, по сути, это уже настоящие, да, те, которые нам помогут адаптироваться в третьем тысячелетии, да, которые помогут нам чувствовать себя уверенно и, скажем так, благополучно. И вы знаете, какая интересная история. Уже который год эмоциональный интеллект занимает вторую строку. Наряду с таким понятием, как критичность мышления, креативность, комплексное принятие решений. Поэтому надо сказать, что вот эта эмоциональная грамотность, она как раз добавляет яркости жизни. Будем надеяться, что эмоциональный интеллект приведет наше человечество к третьему тысячелетию. И мы будем, так сказать, разрешать все наши какие-то недомолвки именно путем грамотного и известного принятия решений. Напомним, у нас в гостях был психолог Валентина Белевич. Хорошего дня, Валентин. Спасибо. И вам также. Спасибо. Спасибо.